Дороги в республике становятся качественными и безопасными. Беспрецедентные по своему масштабу работы в этом году развернулись на федеральных трассах и в столице региона. Как реализуется национальный проект, сегодня проинспектировал глава Чуваши. Подробности у Дмитрия Ковалева. Гул техники на бульваре электроаппаратчиков столицы временно затих. Подрядчики начали готовиться к финальному этапу работ. Здесь необходимо уложить еще один слой асфальтобетона. К реконструкции дороги приступили весной. Немало времени понадобилось на то, чтобы переложить кабели и подземные коммуникации. Вот это сейчас по кабелям, да? Самый такой сейчас вот. Ну мы решение-то в общем-то проговорили. Сейчас ждем, чтобы это все легло на бумагу. Да, сегодня мы все согласуем. Движение по бульвару намерены возобновить уже в ноябре. Чтобы уложиться в намеченный график, подрядчики готовы работать круглые сутки. С ротуарами, благоустройством, с светниками, с газонной травой. Все должно здесь появиться. Благоустроенный микрорайон. Вы помните, когда мы ВТБ открывали, руководство ВТБ нас просило, чтобы мы обеспечили въезд, выезд, автомашин, клиентов, банка надлежащим образом. После капитального ремонта проезжая часть здесь стала шире. И на проспект Ленина, и на президентский бульвар водители будут двигаться по двум полосам. Так решится проблема частых заторов на этом участке. Ремонт дороги продолжается и на улице Николаева. Специальная машина перемалывает старый слой асфальтобетонного полотна в крошку. Фронт работ более двух километров. Подрядчикам необходимо перестелить асфальт и обновить бордюры. На улице 50 лет октября дорогу отремонтировали по современным технологиям. Без песка. Используются четыре вида фракций щебня. Уплотненная получается смесь. И более долговечная. И гарантию на сколько лет сейчас даете? Согласно контрактным. Там 6 лет. В рамках национального проекта здесь отремонтировали не только дорогу, но и тротуары. С каждым годом чебоксары становятся все более комфортными для пешеходов и автомобилистов, отметил глава региона. Вот сейчас постоянно гости приезжают. Они отмечают о том, что дороги у нас хорошие. Я говорю, нам еще надо больше сделать. Только в столице республики на ремонт дорог в этом году направили более полутора миллиардов рублей. Михаил Игнатьев поставил задачу подрядчикам исполнять контракты по графику. 25 объектов полностью введены в эксплуатацию. Идет процедура обеспечения чистоты оформительских работ. Где-то там какие-то знаки, где-то какие-то предписания. Масштабные работы запланированы на проспекте Ивана Яковлева. Уже в следующем году здесь запустят движение по шести полосам. Но на время ремонта дорогу будет необходимо полностью перекрыть. С завтрашнего дня, с 7 сентября, необходимо полностью перекрыть движение. Как для личного транспорта, так и для общественного. Это вынужденная мера, очень сложный проект. Много коммуникаций, которые нужно переносить. Нужно копать дороги, устраивать пересечки. И ливневка, и водопровод, и газ, и сети троллейбусные, и электрические сети. Кроме асфальта, это асфальт одна из частей работы только. Национальный проект на старте. За 6 лет на его реализацию Чуваше получит свыше 20 миллиардов. Только в границах агломерации в рамках национального проекта предстоит отремонтировать порядка 85% дорог. Ключевая задача свести к нулю количество аварий. До конца 2019-го в республике приведут в порядок более 100 километров трасс. И с каждым годом объемы работ будут увеличиваться. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика.